Здравствуйте, уважаемые эксперты и гости нашего мероприятия. Рада приветствовать всех вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Мы продолжаем серию экспертных круглых столов по водным проблемам и по проблемам, касающихся изменений климата в странах Центральной Азии. И я рада приветствовать всех вас на очередной нашей встрече. Сегодня мы будем говорить о проблемах чрезвычайных ситуаций, экологических катастроф и стихийных бедствий в Центральной Азии. В последние годы мы, к сожалению, являемся свидетелями того, что эти явления стали происходить в последнее время слишком часто. По данным климатологов, Центральная Азия является регионом, который в большей степени уязвим к последствиям изменения климата. И отмечается, что температура воздуха в Центральной Азии нагревается на 0,5 градусов по Цельсию за последние три года. 30 лет, то есть. И согласно прогнозам, к 2085 году предполагается, что температура повысится еще на 2, от 2 до 5,7 градусов по Цельсию. Это во много раз усугубляет им существующие и так факторы уязвимости. Например, глобальное потепление, мы как знаем, вызывает значительное сокращение горного снежного покрова, тают ледники. Это приводит к наводнениям, к сходам снежных лавин, селям и другим чрезвычайным ситуациям. И, как мы знаем, ежегодно стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации наносят значительный экономический урон странам региона, а также приводят к гибели множества людей. Давайте мы сегодня поговорим о том, можно ли предотвратить экономические потери и человеческие жертвы, спрогнозировав стихийные бедствия. Существуют ли в странах Центральной Азии службы раннего оповещения? Насколько, если существуют, то насколько эффективно они действуют? Как следует действовать во время стихийных бедствий? Что нужно еще предпринимать, чтобы улучшать работу служб реагирования? И как обучать населению реагировать на бедствия? И кто этим должен заниматься? Обо всем этом мы сегодня с вами поговорим с нашими уважаемыми экспертами, специалистами в области реагирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций, экологов из четырех стран Центральной Азии, которые любезно приняли наше приглашение и которых я сейчас вам представлю. Из Казахстана с нами сегодня на связи Дмитрий Калмыков. Он директор по развитию общественного объединения Карагандинский областной экологический музей. Он является членом Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана. С 2019 года он работает заместителем председателя Совета по охране окружающей среды при Акиме Карагандинской области. Дмитрий – очень известный человек в Казахстане, не только среди экологов и борцов за чистоту окружающей среды, человек, который не понаслышке знает о последствиях техногенных и экологических катастроф. В апреле и июне 1986 года он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и также он проводил исследования на площадке Семипалатинского ядерного полигона, участвовал в работах по изучению последствий катастроф ракет-носителей. Он неоднократно работал и руководителем, и консультантом во множестве проектов международных институтов, таких как Семенный банк, Европейская комиссия, ЮНДП и других. И вот я хочу особо отметить, что в 1997 году Дмитрий создал общественное объединение Карагандинский областной экологический музей, в котором он со своими единомышленниками развивает экологическую культуру общества и способствует решению острых экологических проблем, ЭКО-музей в Казахстане является единственным в мире музеем, целиком посвященным экологическим проблемам. Добро пожаловать, Дмитрий. Из Кыргызстана с нами Дорбек Сатыев, директор департамента мониторинга прогнозирования ЧС-МЧС Кыргызской республики. Дорбек также является специалистом с большим бэкграундом работы в сфере анализа, прогнозирования и предупреждения экологических катастроф. У него также большой опыт работы в сфере принятия решений снижения рисков по чрезвычайным ситуациям в Кыргызстане. Он также работал в агентстве по атомной и радиационной безопасности при МЧС Кыргызской республики. Был начальником отдела обращения с хвостохранилищами в департаменте мониторинга прогнозирования ЧС и обращения с хвостохранилищами Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики. Много лет также работал в различных международных и национальных проектах в качестве эксперта-консультанта по предотвращению предупреждению чрезвычайных ситуаций и катастроф. Добро пожаловать, Дорбек. Из Таджикистана с нами на связи начальник главного управления по защите населения и территории Комитета чрезвычайных ситуаций республики Таджикистан генерал-майор Камол Суда Джамшет. Он также имеет большой опыт в работе по реагированию, предотвращению, предупреждению чрезвычайных ситуаций в Таджикистане и не понаслышке знает обо всех таких проблемах в Таджикистане. Добро пожаловать. Из Узбекистана с нами на связи профессор Наргиз Касымова. Она является экоактивисткой, журналистом-аналитиком, доктор филологических наук, главный редактор сайта «Эколог УЗ», отлично знающая реалии своей страны. Она также борец за чистоту и охрану окружающей среды, которая обучает молодежь. Она также работает консультантом, исследователем в ряде международных проектов, инициатором ряда активити по сохранению биоразнообразия, защите окружающей среды, животных. Очень хорошо знает ситуацию в регионах Узбекистана, в том числе в зонах риска, где складывается бедственное положение. Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо за то, что вы нашли время и присоединились к нашей дискуссии. Давайте мы поговорим о том, что происходит в наших странах, о существующей ситуации. Мы знаем и уже сейчас ощущаем, насколько участились чрезвычайные ситуации стихийных бедствий в наших странах. Сход снежных лавин, паводки, наводнения, чрезвычайные ситуации сели, происходят с весны, и ежегодно мы с каким-то страхом ждём весну, таяние и так далее. И если мы заглянем, например, в поисковик, то это вообще мне, конечно, когда я готовилась к этой программе, меня немножко шокировало, что так много в интернете мы видим кадры бедствий в наших странах, которые затрагивает множество людей. И, к сожалению, это происходит в последнее время не только весной, но и летом, и осенью, и зимой. И я хотела бы спросить у наших экспертов, попросить рассказать, пожалуйста, о том, с какими вызовами в последнее время сталкиваются наши страны, какие явления усилились. Может быть, есть какие-то новые явления, которые вы наблюдаете, и, пожалуйста, мы начинаем с Казахстана по алфавиту. Дмитрий, вам слово, пожалуйста, о существующей ситуации. Спасибо большое. Еще раз рад приветствовать всех участников и большое спасибо организаторам за такую нечастую возможность пообщаться на такие важные темы. И, Вова, вы у меня отобрали половину работы, вы сделали совершенно правильное вступление, потому что я собирался говорить именно об этом. Климатические вызовы, проблемы и ситуация в Казахстане сейчас основной, как это говорит, драйвер, причина природных, чрезвычайных ситуаций. Последние годы, к сожалению, у нас или страшные засухи, или масштабные паводки, весенние наводнения, или и то, и другое одновременно. И, к сожалению, приходится констатировать, что масштаб этих явлений увеличивается буквально на глазах. Тут уже не нужны исследования графиков, как там растет температура. Можно не спорить, что вызвало изменение климата. Он меняется так быстро, что наступают чрезвычайные ситуации. В прошлом году было гигантское весеннее наводнение с паводками, почти половина, шесть областей из пятнадцати были затоплены. И в позапрошлом году был страшный падеж скота из-за засухи, особенно в южных регионах. Ну, в общем, если кратко резюмировать, да, то вот климатическая катастрофа у нас выражается засухой и паводками каждый год это сильнее. Спасибо большое. Даурбек, пожалуйста, расскажите о том, с какими вызовами сталкиваются люди в вашей стране. Вот тоже видели очень много того, что происходит. Ну, вы, пожалуйста, подробно расскажите нам. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Лола, за приглашение на данное мероприятие. Действительно, сегодня мы все сталкиваемся со стихийными бедствиями и говорим о том, что они многократно возросли. И в Кыргызстане в последние десятилетия эта тенденция тоже заметна, увеличение опасных природных процессов. И среди всех стихийных бедствий по чистоте формирования, по территориальному распространению, ну и, конечно, по масштабам наносимых ущербов особое место у нас занимают это селевые потоки и селеформирующие паводки. Вы наверняка все стали свидетельствовать. Очень много было данных и информации о том, что в Кыргызстане очень много было селевых процессов. Мы побили, так сказать, 30-летний рекорд по количеству селевых потоков, селевых процессов. В этом году их за 8 месяцев было 397. И мы понимаем, что это есть определенные взаимодействия изменения климата, со стихийными бедствиями, с увеличением количества осадков, сконцентрированных на малой площади, которые вызывают, формируют селевые процессы. И поступил некий 30-летний повторяемый цикл. Это длинный цикл, есть короткий цикл, мы тоже об этом говорим. И этот год стал рекордным по количеству чрезвычайных ситуаций. Ну и, конечно, есть угрозы природных чрезвычайных ситуаций, такие как оползни. К примеру, в 2017 году было рекордное количество оползней, 169 из них, 63, привели к чрезвычайной ситуации и гибели людей. Это вот краткий экскурс по тем опасным природным процессам, которые произошли в Кыргызстане. Ну и, конечно, к примеру, если говорить по ущербу, то в этом году, согласно нашим данным, более миллиарда сомов принесли ущерб селевые потоки и другие опасные природные процессы. Спасибо, спасибо большое, Далупек. Да, к сожалению, вот прогнозы, которые предоставляли когда-то ученые, говорили о том, что все это произойдет. Вот сейчас мы со всем этим сталкиваемся, но с какими рисками и вызовами мы сталкиваемся в Таджикистане, пожалуйста, Джамшет, вам слово. Это вообще интересно мне, знаете, вот вы сейчас говорите, что есть какой-то 30-летний цикл и так далее. Вот я помню, что в Таджикистане тоже когда-то в конце 80-х были очень много оползней и все такое. Цикличность какая-то, или это сейчас намного страшнее? Пожалуйста, Джамшет, расскажите о том, что происходит в Таджикистане. Добрый день, уважаемые участники. Спасибо, Лола, за приглашение. Действительно, стихийные бедствия мы отслеживаем, имеют какую-то цикличность и в Таджикистане, например, и сход лавин, например. Бывает так, что каждые пять лет один раз такие большие лавины могут сходить в каких-то определенных лавиноопасных участках или 10 лет повторяемость. То же самое можно говорить о селеопасных участках, где тоже, вот мы смотрим город Куляб, каждые 10-11 лет происходят крупные сели. У нас в Таджикистане, если так взять в целом, мы когда разрабатывали стратегию, национальную стратегию по снижению риска бедствий на 2019-2034 годы, сделали анализ за 20-летний период, и было определено, что больше всего у нас происходят сели лавины и землетрясения. Это те стихийные бедствия, которые наносят больше ущерб, приводят, к сожалению, к человеческим жертвам. Насчет того, что происходит, вот анализ показывает, что иногда у нас бывают такие аномальные годы, вот 2009 год, например, у нас больше всего регистрировалось удар молнии, да, где в результате погибло 9 человек. Очень много было таких явлений повсеместно, и, наверное, где-то 13 таких зарегистрированных случаев было, которые привели или к смерти, или люди получили увечья. Последние годы мы наблюдаем также такое явление, как град. Бывают такие места, в таких участках, когда люди даже не помнят, что такое было городобытие. У нас есть такая служба, городобойная служба, в которой они ведут постоянно такие работы. И мы сейчас расширяем деятельность этой городобойной службы. Это, я уверен, что связано непосредственно с изменением климата. В прошлом году у нас крупные сели прошли 27 августа, которые люди даже не помнят, что в летний период, в конце лета были такие селевые потоки. Только у нас в городе Вахдад, Рамидское ущелье, у нас это такое место, любимое место и для дорожан, где отдыхают, прошли такие крупные сели, в результате погибло 17 человек за ночь. Всего по республике 27 августа прошлого года погибло 22 человека. Это очень крупный ЧС, который произошел. Землетрясения тоже очень часто у нас происходят. Вот недавно, буквально на днях, у нас активизировалось Рушанско-Пшарский разлом. Это вокруг города Хорога, где каждый день фиксировались землетрясения. Это авторшоки. Было где-то до 5 баллов 27 августа этого года землетрясения ближе к городу Хорога. И повторяемость до сих пор там трясет. Бывают такие зоны у нас, когда после землетрясения почти до месяца трясет земля, и люди начинают паниковать. Это было и в Ангском районе, было в Дарвузском районе. Такое же мы наблюдали. В прошлом году землетрясение было в Горномочинском районе. В этом районе тоже самое люди начали паниковать из-за того, что авторшоки долго продолжались. Ну, это естественный процесс, который мы работаем, проводим как бы агитационные работы среди населения, разъяснительную работу, чтобы успокоить людей, подготовить людей вообще. И вот этот процесс стихийных бедствий, в этом году очень у нас были много осадков, селевые потоки. Вначале у нас город Душамбе и район Республиканского, поочинению этого города Душамбе, происходили стихийные бедствия, селевые потоки. Даже в некоторых местах старожилы даже не помнят, что говорят, что за последние 70 лет таких селевых потоков не было. После того, как в мае мы в Душамбе и вокруг Душамбе это происходило, потом это уже переместилось в Рашский регион Таджикистана, где очень сильные такие селевые потоки прошли. В результате пострадал Нурабадский район, город Рагум и Сангворский район. После этого у нас произошли сели уже в Горно-Вадахшанской автономной области, в Айнинском районе, в Панч-Пенчикенте, это Сахдийская область. Например, в Ишкосимском районе прошел уже гляциальный сель. Это связано с тайным ледников. У нас очень жаркая погода, аномальная погода уже второй год стоит в результате того, что вы сами понимаете, что если в горных регионах где-то две недели стоит теплая, жаркая погода, больше 35 градусов уже начинают таять как бы ледники, и это приводит к селевым потокам. Вкратце, это наша обстановка в таком ракурсе. Спасибо большое. Заметно, что в горных районах вообще одинаковые совершенно процессы происходят. И, например, вот какие процессы мы наблюдаем в Узбекистане. Пожалуйста, Наргиз, вы расскажите нам. Здравствуйте, добрый день. Спасибо за приглашение. Как говорилось выше, мне кажется, что в Центрально-Азиатском регионе почти одинаковые проблемы, но количество жестов разные. Например, ежегодно в Узбекистане из-за природных и техногенных катастроф погибает несколько сотен человек. Например, есть пока статистика только 2022 года, более такой новой статистики еще нету. Только вот в 2022 году произошла 131 чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, и в результате погибли 287 человек. А 297 человек получили ранения. Сначала я хочу немножко остановиться на чрезвычайной ситуации по техногенному характеру. Почему? Потому что у нас даже вот, наверное, уже все читали, все слышали, что о Байсунской трагедии. Вот только за последние три года был прорыв Сардабинского водохранилища, взрывы произошли на Новоанглинском ТЭД, с торговом комплексе ДНО, на промскладе Сергейли. И вот вообще недавно, 1 сентября 2024 года, Байсуни, это Сурхандаринская область, произошел взрыв в шахте имени 25-летия независимости, который находился очень близко к населенному пунктам. И была утечка сероводорода, вот этот газ сероводорода попал в воздух из-за нарушения технологического процесса на шахте. Ну, конечно же, жители окрестных кишлаков были эвакуированы, но 7 сентября произошел повторный взрыв, и, к сожалению, именно при повторном взрыве погибло 4 человека. Что я хочу сказать, потому что техногенные катастрофы, они тоже непосредственно влияют на экологию, и вот я узнавала по своим источникам, хотя об этом мы поставили запрос пока в Министерство экологии, насколько был ущерб именно экологии. Но пока еще, естественно, не ответили, потому что у нас время ответа – это 15 дней. Но я по своим источникам из Байсу не узнавала, сказали, что в окрестностях вот этой шахты абсолютно ничего не осталось, ни одного живого существа, там все разнесло, и, к сожалению, вот эта утечка газа тоже негативно влияет на биоразнообразие тоже. И очень много, естественно, из-за изменения климата у нас тоже селевых потоков, оползней, например, в 2022 году это селевые потоки. Я хочу рассказать о селевых потоках, в которых были жертвы. Вот в 2022 году, это в апреле, был большой селевой поток в Джизакской области. Это 200 километров, Джизакская область находится 200 километров от Ташкента. И, к сожалению, вот именно по... в случае этой трагедии погибли... погиб мужчина и три женщины. И недавно, опять же, в Сурхандаринской области и в Самаркандской области 21 марта в связи с обильными осадками были селевые потоки. Но, к счастью, обошлось без жертв, но пришлось, например, только в Курганском районе Сурхандаринской области эвакуировать 360 жителей. И столько же, почти около 300 жителей были эвакуированы в Сурхандаринской области, в Кашкадаринской области, в Китабском районе. Это в основном горные области, где очень часто происходят вот эти селевые потоки. Спасибо. Спасибо большое, Наргейс. Вообще, конечно, говорить о чрезвычайных происшествиях, экологических катастрофах очень с одной стороны сложно, и с другой стороны вопросы возникают. Вопросы возникают о том, какие меры предпринимаются и возможно ли предотвратить все это. Потому что, когда человек сталкивается с такими стихиями, как бы у человека есть, наверное, у всех мнение о том, что вот мы абсолютно бессильны перед стихиями. Давайте поговорим о том, какие меры предпринимаются на самых разных уровнях от правительства до простых граждан, чтобы снизить риски. Или все же все усилия направлены только на ликвидацию последствий. А как мы видим, что даже при ликвидации последствий не всегда при таких стихиях хватает ресурсов, сил у правительств, у людей. Вот, пожалуйста, давайте расскажите, Наргиз, вы, существуют ли службы раннего оповещения? Если существуют, насколько они эффективны? есть ли кто-то, кто, допустим, обучает людей тому, как нужно действовать при стихийных ситуациях? Пожалуйста, продолжаем в обратном порядке. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а потом Казахстан. Спасибо, Лола. В Узбекистане именно в этом направлении принято, вот я специально при подготовке к этой встрече, посчитала 60 различных законодательных актов, законодательных документов и основная из них, конечно, это закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С Байсонским случаем, естественно, согласно этому законодательству было оповещение органов государственного управления, органов власти на местах и организации, а также информировано население о возникновении чрезвычайной ситуации. Сразу было оповещено, население сразу было оповещено и эвакуировано на безопасное место, но вот когда я разговаривала с некоторыми представителями населения, то есть они все равно находятся немножко в неведении, что будет дальше. Их эвакуировали, естественно, не пускают домой, потому что возможен еще какая-нибудь утечка газа. И из-за того, что они полностью неинформированы, население немножко в панике. Кроме этого, согласно этому закону, естественно, определяются границы зоны чересчайной ситуации, отцепление, определение пропускного режима и порядка передвижения в ней. Кроме этого, МЧС, конечно, очень быстро среагировала на данную ситуацию, были привлечены сил для ликвидации через чайной ситуации, осуществление данными формирования работ по локализации через чайной ситуации, и началась ликвидация первой причины именно аварии. Но, к сожалению, о раннем оповещении у нас раннее оповещение немножко хромает. Я просто даже, когда приходят смски, как житель Узбекистана, активист, могу сказать, всегда приходят после, после того, как все это произошло. К сожалению, такого ранного оповещения практически нет. И, кроме этого, после при анализе этих техногенных и экологических ситуаций, я интересовалась этим вопросом, мне сказали, что разговаривала с различными структурами, например, если это техногенная катастрофа, естественно, люди в основном, они теряются в неведении из-за отсутствия информации, нету конкретной четкой информации, нету как бы дальнейшей инструкции иксы, и очень плохо, что это, например, когда мы были молодые, нас всему этому обучали в школе, сейчас этому в школе не обучаются, например, МЧС делает какие-то там уроки, делает какие-то встречи, но это не на регулярной основе, естественно, если это не внесено в школьную программу, это от случая к случаю, и большое количество, например, детей, населения об этом даже не знают, как себя вести, например, при землетрясении, как себя вести при сельевом потоке и в других экологических и техногенных катастрофах, к сожалению, существует вот такая проблема, и я еще одну вещь хочу сказать, что элементарные даже население, молодежь элементарные вещи не знает, как себя обезопасить, как, например, обезопасить свое окружение, когда был Сардабинский прорыв, прорвало Сардабинское водохранилище, я ездила туда, ездила туда, разговаривала с пострадавшим населением, никто ничего не знал, не знал, что делать, в основном пострадали, очень много пострадали именно женщины, потому что в первую очередь они не думали о себе, а начали спасать ребенка, начали спасать скот, пока их самих не выблокли оттуда, и вот многие говорили, мы не знали, что делать вообще, многие не знают, например, не умеют плавать, это потому что пустынная местность была, не научены плавания, не научены что делать, куда взбираться, чтобы хотя бы остаться живым, к сожалению, вот такая проблема в Узбекистане существует, и мне кажется, надо в срочном порядке исправлять эту ситуацию, вводить именно в школы, в учебные заведения, и даже в высшие учебные заведения, именно предмет по защите, по оповещанию, то есть по защите жизни, как это правильно сказать, по защите жизни, своей жизни, жизни, деятельности, да, я так поняла, что нужно обучать навыки поведения при безвычайных ситуациях, техногенных и природных катастроф, да, спасибо большое, Наргиз, вы всегда знаете, говорю же, всю ситуацию, которая происходит в Узбекистане, Джамшет, пожалуйста, вам слово, расскажите о том, как обстоят дела, что делается в Таджикистане, как обучается, не обучается, есть ли службы раннего реагирования, я знаю, что когда-то был проект по раннему реагированию, оповещению на Саресском озере, да, по-моему, не знаю, насколько он был успешный, но я помню, когда мы еще тогда были молодыми, нам все про это рассказывали, как сейчас обстоят дела, пожалуйста. Спасибо большое, хочу отметить, что правительством Республики Таджикистан постоянно особое внимание обращается именно на вопросы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, я не буду говорить о законодательстве Республики Таджикистан, потому что мы все, наши республики, как бы являются членами таких региональных организаций, как Межгоссовет ЧС по линии СНГ, ОДК, Бешос, и в рамках этих организаций мы все гармонизировали наше законодательство и в рамках вот закона о защите населения в Таджикистане, как и в других наших соседних республиках, существует единая государственная система по предупреждению ликвидации ЧС. И в рамках этой единой государственной системы есть как бы государственная комиссия по ЧС во главе нашего президента. И ежегодно в рамках своих полномочий эта госкомиссия своим распоряжением выделяет соответствующие средства для проведения предупреждения и если произошло какое-то стихийное бедство на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Мы ежегодно выделяем строительные материалы в том числе для проведения делаем запасы железобетонных кубиков для больших наших рек это чтобы обезопасить население где есть прорыв берегов рек. У нас это очень большая проблема горная вы знаете естественно горные бурные реки они всегда смывают берега. Мы проводим даже у нас в одной из наших воинских частей мы сами делаем это ежегодно правительство выделяет средства и наши солдаты срочники как бы работают для подготовки запасов этих именно железобетонных кубиков. Ну мы совместно работаем тоже это делают и агентства по миллиардации ирригации и другие министерства и ведомства и естественно проводим берегов крепительные предупредительные работы это все как бы в рамках бюджетных средств которые выделяет правительство ежегодно и это дает положительный эффект почему потому что в этом году как я говорил уже в апреле в июле у нас сильные сели были осадки были и вот именно вот это то что было проведено правительством оно спасло многие я уверен многие жизни наших граждан и ущерб многократно был снижен насчет системы оповещения я хочу сказать что действительно вы правильно отметили Сарейское озеро это завальное озеро которое произошло после землетрясения в 1911 году и если при прориве может возможный урон нашим ниже расположенным нашим республикам странам естественно в 2000 году наши руководители наших стран обратились мировому сообществу приведены безопасные состояния Сарейского озера и в 2004 году правительство республики Таджикистан и при поддержке всемирного банка швейцарского фонда создали уникальную систему мониторинга и раннего оповещения на Сарейском озере оно идет то есть постоянный ведет мониторинг за состоянием Сарейского озера в 2015 году как иногда сейсмологи говорят сто лет один раз происходит такие сильные землетрясения такое же землетрясение произошло вблизи Сарейского озера и вот эта система сразу среагировала на это и в принципе плотина Сарейского озера выдержала вот этот удар тоже была магнитудой 7 и естественно в 2019 году вот эту систему мы обновили и расширили систему раннего оповещения до границы с Узбекистаном теперь у нас вот система раннего оповещения раньше была до района Хамадонии у нас вот эта система раннего оповещения которая первоначально была создана на Сарейском озере сейчас она расширена при поддержке азиатского банка развития другую систему параллельно не создали старую не стали как бы демонтировать оно параллельно работает и оба дают через спутниковую связь данные в центр в Душанбе и если произойдет не дай бог какой-то катаклизм быстро вот система раннего оповещения на Сарейском озере сработает и мы можем сразу оповестить большое количество людей которые находятся в Бартангском ущелье а далее по берегам реки Пянч Амударя и так далее мы можем оповестить у нас также в рамках этого есть соглашение с МЧС Узбекистана где мы можем сразу оповестить и жителей Узбекистана об этом система уникальная я еще раз повторяю она работает были проведены исследования для того чтобы определить безопасность Сарейского озера сейчас мы по линии академии геофизической службы Таджикистана там постоянно ведем наблюдения и геологи каждый раз научно-исследовательские работы проводят то есть комплекс работ по изучению безопасности Сарейского озера проводится естественно последние исследования которые проводили исследователи показывают что плотина Сарейского озера устойчива и хотел бы отметить что в рамках этих проектов мы создали в Бартангском ущелье островки безопасности там созданы как бы запасы непродовольственных товаров если что-то произойдет население куда должен безопасное место подняться если прорыв озера будет сейчас в рамках другого проекта то есть это уже начали продолжить других таких опасных участках то есть ледниковые озера есть где прорывы может принести тоже сели и нанести ущель мы например есть такой ледник Баралмаз в Ляхшском районе и там тоже в рамках проекта ЮНЕСКО предложили создать такую систему раннего оповещения то есть а в целом система оповещения как вы сейчас задали вопрос она у нас создана в рамках единой государственной системы то есть в рамках этой системы агентство по гидрометеорологии непосредственно нам дает если неустойчивая погода есть угроза селей схода лавин или других опасных природных мы получаем штормовое предупреждение и по своим каналам связи предупреждаем до уровня джамуатов сообществ о возможных стихийных бедствиях чтобы на местах приняли меры по предупреждению населения и привели в готовность все свои силы и средства кроме того у нас есть создана постоянно действующая комиссия которая каждые три года один раз проводит полностью обследует опасные природные зоны таких у нас за последние в прошлом году мы проводили 1209 таких участков особо опасных и в которых возможно что произойдут стихийные бедствия и зная вот эти опасные участки во время когда мы получаем штормовое предупреждение все джамуаты и районы приводятся в повышенную готовность ведут постоянное наблюдение за этими участками например в этом году у нас вот такое штормовое предупреждение было в апреле до июля как бы было временно эвакуировано более 6000 человек из опасных этих зон из опасных места то есть эффект эти меры естественно дают потому что мы сохраняем жизнь наших жителей к тому же как я уже отметил мы также митигационные работы проводим по поручению правительства сам комитет проводит работы с нашими партнерами по развитию в этом году мы тоже очень много провели таких работ по митигации и естественно вот результат есть что в этом году например в прошлом году у нас погибших от цели и других чрезвычайных ситуаций было в целом за год 51 погибших в этом году у нас 15 погибших это вот можно сказать что результат той работы которую наши спасатели вообще министерство ведомства на местах провели спасибо спасибо большое обнадеживает что есть примеры того что можно каким-то образом предотвратить потери человеческие потери в первую очередь спасибо большое пожалуйста Талбек вам слово расскажите пожалуйста о том как в Кыргызстане происходит вся эта работа можно ли есть ли службы раннего оповещения и что делается пожалуйста вам слово благодарю управления ну и конечно это местные сообщества также к этому к этим мерам относятся строительство инженерно-защитных сооружений на потенциально опасных участках внесение изменений в нормативно-правовые акты в строительные нормы и правила ну и конечно это самое главное ключевой элемент это развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации система раннего оповещения оценки риска и выработка решений на основе научных исследований структурные подразделения министерства чрезвычайной ситуации такие как департамент мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации Кыргызгидромет ну и другие подразделения а также научно-исследовательские институты Академии наук. В Кыргызстане в Министерстве чрезвычайной ситуации имеется служба реагирования, служба предупреждения. Кыргызгидромет предоставляет данные на основе своих наблюдательной сети, метеорологической сети по штормовым предупреждениям. Далее эта информация обрабатывается в нашем департаменте на мультириске. На основе данных научно-исследовательских институтов, на основе наших полевых исследований и данных кыргызгидромета мы выдаем специальные прогнозы. Эти прогнозы используются для последующих решений, принятия решений Центром управления кризисом ситуации. У Центра управления кризисом ситуации есть специальные технические возможности для передачи информации путем СМС-оповещения для всех слоев граждан нашей республики, а также перехвата телерадиоканалов. Ну и, конечно, в целом в решении вопросов снижения риска стихии инвестиции ключевую роль играет подготовка населения. Это ключевой элемент, и я считаю, что мы не сможем остановить опасные природные процессы, но мы можем подготовиться к ним. Подготовка населения, подготовка специальных служб реагирования позволит минимизировать ущерб, избежать людских потерь. Поэтому это ключевой элемент, и в нашей республике это реализовывается. Ежегодно со стороны нашего министерства готовится специальный прогноз, мы называем его прогнозы на год и прогнозы на месяц. Эти прогнозы выдаются органами районов, аильных аймаков, и на основе таких проводят свои превентивные меры, готовят население, проводятся учения. К примеру, так же, как и в республике Таджикистан, при помощи партнеров по развитию, таких как программа развития ООН и ООН-агентства в целом, в красный полумесяц проводится подготовка населения и обучение по оказанию первой помощи, проводятся различные тренинги в рамках различных проектов по подготовке населения, по реагированию. Также в системе министерства чрезвычайной ситуации есть центр подготовки и переподготовки специалистов, где обучение по специальным программам руководителей служб, органов местного управления, различных служб формирований по тематикам, и каким образом необходимо выстраивать в целом архитектуру предупреждения о чрезвычайной ситуации. Все это у нас в республике есть, есть специальные технические возможности. Эти технические возможности на сегодняшний день мы пытаемся нарастить. К примеру, в рамках проекта Всемирного банка улучшена и модернизирована сеть наблюдения гидрометеорологических постов Крыгиз Гидромета. И в 2015 году, к примеру, также мы подготовили проект постановления про региональную систему мониторинга. Она называется «Единая система комплексного мониторинга», куда входят все научные институты, министерства, ведомства, которые вовлечены в процесс мониторинга и прогнозирования. И сейчас как раз таки мы готовим концепцию развития системы мониторинга и прогнозирования до 2030 года. Это некий стратегический документ, где включается ряд мер и мероприятий и действий для улучшения системы мониторинга, а также улучшения системы прогнозирования, решения вопросов именно в части предупреждения, раннего предупреждения, раннего оповещения. Этот весь комплекс мероприятий включен. Я думаю, что в скором времени данный документ будет принят, и мы сможем, так сказать, улучшить свою систему, государственную систему гражданской защиты, систему мониторинга в целом. Вот эта краткая информация, касающаяся подготовки населения, касающаяся раннего предупреждения и развития новых методов мониторинга и прогнозирования. Благодарю. Спасибо большое, Даурпек. Это вселяет оптимизм, потому что, судя по прогнозам, этому всему необходимо обучать население. И, как еще раз говорю, что это вселяет оптимизм. Если это будет делаться, то это предотвратит, наверное, потери. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Как работает служба реагирования? Что делается? Есть ли система раннего оповещения в Казахстане? Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Конечно, чрезвычайно широкий вопрос. Очень трудно выбрать, о чем именно следует говорить. С одной стороны, служба реагирования и предупреждения есть и работает достаточно эффективно. Конечно, трудно оперировать, сравнивая количество человеческих смертей, где оно больше, меньше. Но, тем не менее, в прошлом году, когда 10 из 16 наших регионов были затоплены во время весеннего паводка, пришлось эвакуировать почти 90 тысяч человек, включая города, из которых приходилось выселять по 10-20 тысяч человек. Но за время всего этого катастрофического паводка, я боюсь ошибиться, поэтому скажу примерно, погибло всего несколько человек. При такой массовой эвакуации и таких масштабах затопления, это, я считаю, хороший результат. Хотя люди, конечно, погибли, и это плохо. Система оповещения у нас работает по всем явлениям природного характера. Мы регулярно получаем на телефоны, например, смски о том, что будет резкое похолодание или сильный ветер, или существует угроза затопления паводков. Но я сказал, тут трудно говорить, насколько это хорошо, потому что, на самом деле, это все может быть гораздо эффективней. И экологи, общественники уже, я боюсь сказать, десятки лет предлагали государству, как это можно сделать более эффективным. Но, как часто говорится, вот пока жареный петух не клюнет, никто не начинает ничего делать. Вот эти катастрофические паводки прошлого года привели, наконец-то, к перелому. И государство сильно переменило свою политику в области информирования, прогнозирования, предупреждения ЧАЭС природного и особенно климатически вызванного характера. В Казахстане запущена системная работа, создается дорожная карта мероприятий по адаптации к изменениям климата. Ну, в том числе, к участившимся ЧАЭС климатического характера. Все министерства и ведомства сейчас вовлечены в эту работу. Все формируют планы на ближайшие годы. Это все проводится в рамках разработанной в Казахстане стратегии низкоуглеродного развития. И там, в том числе, планируется много мер по предупреждению, информированию, прогнозированию ЧАЭС. Сейчас, начиная с прошлого года, после этих катастрофических паводков, предпринимается целый ряд мер системного характера. В том числе, пересматривается водный кодекс, земельное законодательство. Недостатки в них, например, привели к тому, что гидротехнические сооружения были переданы местным властям, исполнителям органов, у которых не было ни финансирования, ни желаний особенных содержать их в достойном виде, ремонтировать, развивать. Сейчас это все назад будут передавать в Центральное государственное управление и собственность. Не будут больше выделять для коммерческих целей земли в угрожаемых для паводков районов, там ближе определенного расстояния, там 500 или 1000 метров от водных объектов. Начаты разработки областных планов по адаптационным мероприятиям и в том числе по противопаводковым мерам. Карагандинская область, где я живу и работаю, в этом смысле она впереди всей республики. У нас уже собран план низкоуглеродного развития и часть мероприятий уже получила финансирование из областного бюджета. С прошлого года начали усиливать меры по мониторингу природной среды. Что касается водных ресурсов, было в Казахстане 380, по-моему, постов наблюдения гидровогических, гидротехнических. Теперь добавляют еще, по-моему, плюс 150, то есть почти наполовину. И они, да, будут подключены к интернету, будут передавать данные в системы прогноза. Государство начало финансирование в прошлом году. Это вот то, что мы предлагали уже 20 лет, создать автоматическую с использованием программного обеспечения, теперь искусственного интеллекта, систему, которая будет получать данные от постов гидрометеонаблюдений, сколько воды, сколько было осадков, какая величина снежного покрова. Будет использовать данные с цифровыми моделями рельефа. И такие системы в мире успешно могут автоматически прогнозировать текущую ситуацию и прогнозировать паводки. То есть понятно, какой рельеф, сколько выпало воды, можно легко с помощью программы посчитать, где угрожаемая территория. Пока недостаточно делается, на наш взгляд, по обучению и подготовке, как госорганов, так и населения. Я вот присоединяюсь к коллегам, что это чрезвычайно важно. И вот коллега из Узбекистана сказал, что вообще надо обучать людей плавать. Я очень поддерживаю. Мы изучали международный опыт в этом смысле. И, например, мы обнаружили, что в Нидерландах невозможно получить аттестат об окончании средней школы, если ты не сдал экзамен по плаванию. Причем это плавание в одежде с подныриванием через всякие подводные препятствия. Это потому, что Нидерланды, треть территории, находятся ниже уровня моря. Ну, в общем, с учетом всех этих нарастающих угроз, невозможно сказать, что меры достаточные. Потому что впереди нас всех ожидает учащение таких случаев и одновременно изменение привычного, как это сказать, режима поведения водных ресурсов. С одной стороны, сток рек будет уменьшаться, с другой стороны, паводков будет больше. Поэтому, по-моему, все, что сейчас предпринимается, пока недостаточно. Надо делать еще. Спасибо. Дмитрий, вы можете продолжить и переходим к третьему нашему блоку по рекомендациям. Вы можете продолжить и сказать, что же еще, на ваш взгляд, что предлагается, что предлагается экологами, лично вами, пожалуйста, действенные рекомендации. Спасибо. Ну, вот я частично уже перечислил эти меры, которые надо делать. То есть вот системы предупреждения сейчас можно сделать автоматизированными, умными. Это, с одной стороны, даже сократит в будущем расходы. То есть не нужно будет вручную это все делать. Лучшие системы, которые работают, они сразу в смартфон, в зависимости от того, где вы находитесь, или присылают вам уведомления, или нет, и сразу показывают, где находится вот эта угрожаемая территория. То есть вот если у вас рядом есть речка, будет показано, куда она угрожает подступить. Если вы живете в какой-то пустынной местности, вам не приходит такое уведомление. И однажды, один раз настроенная такая система, потом работает уже автоматически. Это вот то, что касается предупреждения и прогнозирования. На наш взгляд, еще можно здорово усилить деятельность государства по предупреждению последствий засух. Понятно, что с паводком еще можно как-то заранее побороться. То есть можно укрепить гидротехнические сооружения. Необходимо создать существовавшую в советское время систему перехвата паводковых вод, чтобы сохранять их для ирригационных целей. На многих казахстанских реках такие сооружения были. И сейчас обсуждается вопрос о том, что надо это все восстанавливать. С одной стороны, и устойчивое сельского хозяйства повысится, потому что будет создан запас таких талых вод. А с другой стороны, это меры по смягчению последствий от паводков. С водными ресурсами здесь часто такие противоречия. С одной стороны, в одних местах их много, а с другой стороны, в других местах их мало. И вот для водосбережения делается, на наш взгляд, еще очень недостаточно. На наш взгляд, надо восстанавливать систему использования местных водных ресурсов, в том числе подземных вод. Это было раньше, а потом несправедливо заброшено. Восстанавливать в полупустынных районах скважины и водопойные колодцы, которые раньше существовали. И это одновременно даст базу для восстановления традиционных методов скотоводства. То есть сейчас, в условиях постоянного стойлового содержания, россияне Казахстана сталкиваются, особенно в южных регионах, с последствиями засухи, когда нечем поливать, нет осадков, нет кормов, и были случаи массового падежа скота. Но раньше использовалось же кочевое скотоводство. То есть для того, чтобы избежать вот таких критических ситуаций, есть старый, проверенный веками способ, надо перегонять скот туда, где есть в этом году, просто говоря, трава. При условии наличия на путях перегона водопойных колодцев и ресурсов, это можно делать, мы рекомендуем это делать. Еще о чем бы я очень хотел сказать, это про необходимость нашего с вами сотрудничества в рамках Центральной Азии. Наши водные ресурсы так переплетены, как-то можно сказать, между собой. Они у нас общие, мы очень друг от друга зависим. Казахстан очень и очень зависит от добрых отношений с соседями. У нас Южная область, Жамбылская, Туркестанская, Южно-Казахстанская. В некоторых местах на 80-90% зависит от соседей, от Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, потому что вода поступает по Амударье, Сырдарье. И здесь без согласования совместной политики, подходов вообще невозможно. То есть региональное сотрудничество сейчас становится еще более важным, потому что мы зависим друг от друга по использованию водных ресурсов. Ну, наверное, если коротко говорить, вот у меня пока все. Спасибо большое. Да, я думаю, что это очень важно, когда вы говорите об использовании водных ресурсов, потому что практически, что мы сейчас услышали, это то, что все катастрофы, которые происходят, они зависят от воды. Спасибо большое. Даурбек, пожалуйста, вам слово, ваши рекомендации, что необходимо делать еще. Спасибо большое. Ну, как вы знаете, в условиях изменения климата и с учетом того, что Кыргызстан, если мы говорим о Кыргызстане, то в условиях изменения климата и с учетом того, что Кыргызстан находится с точки зрения морфологии, с точки зрения геологии, климатических условиях, очень сложных условиях, которые обуславливают происхождение, активизация опасных процессов, то необходимы адаптационные меры. И в этом смысле я считаю, что ключевыми аспектами является это, во-первых, оценка рисков, ее идентификация, это ключевые вещи. И здесь необходимо как раз-таки улучшать систему наблюдений. И это касается зон, касающихся глициальных зон, криосферы и заканчивая равнинных территорий. То есть практически все это необходимо сейчас улучшать систему наблюдений, и метеорологических наблюдений, эти системы увеличивать, улучшать именно институционально, на законодательном уровне. Ну и второе, это, конечно, практические меры в прикладном значении. Это инфраструктурные и планировочные решения. Там, где необходимо модернизировать дренажную сеть, ирригационную сеть. Необходимо строительство защиты. Применять зеленые решения. Это высадка насаждений на тех участках, которые подвержены опасным природным процессам. Например, это эозия берегов, деформация склонов. Это тоже является одним из ключевых таких аспектов. Ну и, конечно, об этом я тоже говорил. Это повышение осведомленности и культуры безопасности нашего населения. Это тоже является одним из ключевых задач, когда необходимо, чтобы местное население понимало, детально понимало риска стихийной бедствии на местах, поскольку они находятся именно на передовой линии воздействия изменений и хорошо понимают уникальность этих климатических рисков на своей территории. Поэтому очень важным элементом является повышение осведомленности и образования. Ну и, конечно, на основе культуры понимания, на основе в целом понимания о рисках, необходимо принимать решения уже на местах, организовать ресурсы, финансовые ресурсы для снижения риска стихийной бедствии. Вот это несколько ключевых примеров, ключевых аспектов, которые нужно реализовывать в целом в вопросах снижения риска стихийной бедствии. Конечно, сейчас в рамках данного мероприятия невозможно рассказать о всех действиях, о всех мерах, которые нужно принимать. И это касается во всех секторах экономики. К примеру, это, говоря, водные секторы, сельское хозяйство, энергетика. Там есть ряд вопросов, которые не учитываются на сегодняшний день. То есть нужно обращать внимание именно в этих секторах, связанных с изменением климата и возрастанием стихийных бедствий. Коротко это все. Спасибо большое. Спасибо. Джамшет, вам слово, пожалуйста, ваши рекомендации. Действительно, для того, чтобы укрепить систему реагирования и вообще, как бы, что делать в этом ракурсе, я хочу сказать, что вот система реагирования раньше у нас, из-за того, что у нас больше всего происходили селевые потоки и именно с целью наносили большой урон, у нас существовала такая система, как таджик-селезащита. Я думаю, что в других республиках тоже оно существовало или существует. Но в настоящее время оно, можно сказать, в нехорошем состоянии из-за того, что нет финансовых средств для восстановления этой службы. И я думаю, что в первую очередь в нашей республике нужно именно восстановить такую службу, как селезащиту, для того, чтобы они каждый год проводили селезащитные мероприятия в нашей горной республике. К тому же, как я уже говорил, в последние годы, которые в стихии небеса происходят в нашей республике, первопричина – это сильный град. Летом, например, происходит сильный град в горных регионах наших, и оно быстро превращается в воду и наносит большой ущерб. Мы это заметили. То есть мы теперь принимаем меры руководства комитета для того, чтобы расширить зону охвата городобойной службы, для того, чтобы обеспечить защиту сельскохозяйственных культур от городобытия. Это второе. И, естественно, для того, чтобы службу реагирования укрепить, мы принимаем меры для того, чтобы расширить зону охвата также наших спасательных формирований. Мы, например, в Зировшанской долине создали дополнительную группу наших спасателей. Естественно, у нас горная страна, и пока наши спасатели могут добраться до места происшествия, займет много времени. Мы сейчас работаем для того, чтобы создать также... Ну, созданы уже последние годы. Была такая программа, программа ДИПЕКа. Все знают это в Центральной Азии. Евросоюз финансировал, и в рамках вот 10 таких программ у нас было. И мы создали добровольные спасательные формирования в регионах. И они как бы являются первыми, приходят на помощь пострадавшим людям, оказывают помощь до прихода основных сил КЧС. В этом плане у нас очень... Вот, тесно мы работаем с нашими партнерами по развитию. И, естественно, для этого также нужно очень большое финансирование для того, чтобы проводить профилактические берегукрепительные. Ну, и, естественно, наша страна находится в сейсмоопасной зоне. Мы должны проводить работы для того, чтобы строительство тоже было сейсмобезопасным. То есть соблюдали все нормы и правила сейсмостойкого строительства. Обычно, когда вот элементарно 6 баллов в горных регионах у нас, и очень разрушаются многие длиннобытные постройки, а то, что было построено, например, по правилам и требованиям сейсмостойкого строительства, с фундаментом, у нас как бы все, ну, выдерживают силы природы. Поэтому я думаю, что вот в рамках Сен-Дайской рамочной программы мы приняли национальную стратегию по СРБ до 1934 года. Сейчас на основании национальной стратегии мы приняли среднесрочную государственную программу по защите населения и территорий до 1928 года. Сейчас мы, ну, там приняли также план действий. И со всеми министерственными ведомствами мы проводим вот эту работу для того, чтобы в целом снизить риск стихийных бедствий в нашей стране. Спасибо. Спасибо большое вам. Наргиз, пожалуйста, ваши рекомендации. Так. Прежде всего, хотелось бы сказать, что это создание комплексной системы мониторинга и раневого оповещания о природных катастрофах, таких как землетрясение, наводнение, засуха, сели, паводки и, конечно же, искоренение коррупции. Почему коррупции? Потому что в основном я сама из Жизакской области. И когда вот в 2022 году, как я уже рассказывала, были сели, погибли люди, было выяснено, что в основном эти люди построили свои дома именно на пути вот этих селевых потоков. А кто дал разрешение? Естественно, дал разрешение на строительство этого дома местной Хакимья. Просто я не могу сказать, что у местного Хакимьята они не знали, что там происходит сель. Это дорога селевая, это путь селевого потока, потому что селевые потоки, они повторяются очень часто. И, естественно, они почти не меняют траекторию. Второе – это, естественно, создание координационных центров для оперативного управления, и обмена информацией, потому что именно зачастую вот этой четкой, ясной информации прозрачности не хватает. Еще хотелось бы, чтобы было проведение регулярного анализа и обновления существующих планов в действии. Проведение информационных кампаний для повышения осведомленности населения о действии АФЧС. И здесь очень нужно также формирование волонтерских групп, которые могут участвовать в подготовке и реагировании. Их надо обучать обязательно. Регулярная оценка рисков для разных регионов страны с учетом климатических и географических особенностей. И разработка региональных планов действий по предотвращению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также, мне кажется, на мой взгляд, нужно строительство новых объектов, предназначенных для экстренного размещения помощи населения, где чаще всего происходят именно экологические катастрофы, потому что они имеют тенденцию регулярного повторения. И, как и сказали выше, это сотрудничество с международными организациями, сотрудничество с соседями, установление партнерских отношений для обмена опытом и ресурсами. Мне кажется, в совокупности все эти действия могут снизить риски экологических и техногенных чрезвычайных ситуаций. И, естественно, все это приведет к тому, что будет меньше жертв. Спасибо. Спасибо большое вам за действенные советы. На вопрос, который вначале я задавала, можно ли предотвратить столько жертв, я вот, честно говоря, получила ответы, что да, можно, если координировать, если обучать, если работать каждый, если будет каждый работать и хорошо работать, как вот наши уважаемые МЧСники сказали, что у них есть очень хорошие примеры. Спасибо вам огромное. Эту встречу мы организуем для того, чтобы жители Центральной Азии, те, кто работает с нами, те, кто читает нас, видели, что есть какие-то методы, есть люди, которые работают. И я благодарю всех наших уважаемых экспертов, всех специалистов в своих областях за то, что вы приняли наше предложение, за вашу экспертизу, уважаемые эксперты. Если есть вопросы, у нас есть время, от гостей нашего мероприятия можете сейчас задать свои вопросы, и наши уважаемые эксперты ответят на них. Пожалуйста, если есть вопросы, или в чат, или поднимите руку. Нет вопросов. Вопросов нет. Пока нет вопросов, у меня есть маленькое добавление. Да, пожалуйста, вы можете дополнить и сказать все, что вы не сказали сейчас. Да, тут я согласен с коллегами, очень трудно такое короткое время рассказать обо всем. Я вспомнил вот о существующем противоречии. С одной стороны, вот в Казахстане местами засуха, и скот гибнет от недостатка воды. Но если вы посмотрите в интернете, Казахстан входит в пятерку стран, которые тратят больше всего воды на душу населения. Мы там больше, чем Россия в три раза, больше, чем Германия в три или четыре раза. Как Соединенные Штаты мы нерационально транжирим, расходуем воду. То есть получается, что вода-то у нас есть, только нужно ею рационально воспользоваться, управлять. Потому что местами она наступит, а местами не дает выращивать и продовольствие. То есть, когда говорят страшный дефицит водных ресурсов, одновременно надо вспоминать, ну, вода-то вообще есть, да, только вопрос, как мы ей распоряжаемся. Вот то, что я хотел добавить. Да, совершенно правильно, очень верное замечание. Мы на наших некоторых экспертных встречах говорили о том, что вода становится дефицитом, но на самом деле ее-то есть у нас, но население мы не умеем рационально использовать. Думали, что вода – это ресурс, который будет у нас всегда. Да, к сожалению, да, сейчас мы понимаем, что всегда может воды не быть. Или она бывает, вот как сегодня, о чем мы говорили, или она такая стихия, которая сносит на своем пути все. Я надеюсь, что наше население, и мы, в том числе, жители Центральной Азии, испокон веков, которые жили на этой земле, которые умеют, умели когда-то, да, вот как говорили, умели когда-то использовать и жить в гармонии с природой. Вот это, наверное, надо нам к этому вернуться, и, может быть, тогда долго еще и наше поколение будут жить, и мы. Да, пожалуйста, вот здесь вот есть вопрос, по-моему, от Калии Молдогазиевой. Добро пожаловать, очень приятно вас видеть здесь, уважаемая Калия. Какие региональные усилия делаются в плане предупреждения чрезвычайных ситуаций? Может быть, кто-то из уважаемых экспертов ответит на этот вопрос? Есть ли региональные усилия в плане предупреждения чрезвычайных ситуаций? Если можно, Лула, я бы хотел ответить на этот вопрос. Да, действительно, такие инициативы есть. Есть региональные проекты, касающиеся именно снижения риска сихинбекции от высокогорных озер, прорыва высокогорных озер, называется ГЛОВС. Это реализуется в рамках регионального проекта ЮНЕСКО, и сейчас там предлагается ряд мер по созданию системы предупреждения, раннего оповещения. И данный вопрос обсуждается на площадке ЮНЕСКО совместно с коллегами стран-участников Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Поэтому именно по данной тематике этот вопрос сейчас как раз-таки решается. Региональные проекты, реализуемые в рамках программы развития ООН, именно по изменению климата в Ферганской долине, там тоже касаются климатических рисков, такие как сели, паводки. Есть проекты региональные, реализуемые в рамках финансирования Всемирного банка. Как раз-таки он прошел ратификацию, и с этого года он начнет стартовать, и начнутся мероприятия. То есть можно перечислять эти проекты, и в целом это говорит о том, что на региональном уровне, на региональных площадках это все обсуждается. Ну и, конечно, важно отметить, что чрезвычайными ведомствами Кыргызстана и Казахстана был создан Центр снижения риска стихийных бедствий в городе Алмате. И эта площадка также является для обсуждения вопросов снижения риска стихийных бедствий на региональном уровне. И данный Центр продвигает вопросы, готовит решения на уровне глав чрезвычайных ведомств на различных региональных форумах по вопросам снижения риска стихийных бедствий. Недавно, буквально месяц назад, в августе месяце, в начале прошел такой региональный форум, и на данном региональном форуме обсуждались вопросы, каким образом необходимо решать вопросы по снижению риска стихийных бедствий, по вопросам адаптации изменения климата. Я надеюсь, что смог ответить, хоть немножко раскрыть ситуацию в части именно региона и что творится у нас в Кыргызстане. Спасибо. Можно я добавлю, да? Спасибо большое. Добавляйте, Джамшет, пожалуйста. Действительно, да, Орбек правильно отметил. У нас вот такая площадка существует, региональный форум, мы постоянно встречаемся, и в рамках двухсторонних наших взаимоотношений мы тоже проводим эти мероприятия. Вот буквально я хочу сказать, что в последние годы мы наблюдаем другое такое явление, да, можно сказать, это или со сменением тоже климата связано, и вообще это вот пылевые бури. Если раньше, 10-20 лет назад у нас в республике это происходило один-два раза, это вот мы говорим о афганец, да, сейчас, в прошлом году и в этом году оно уже часто происходит, до 40 раз в году это отмечается. Мы знаем, что это также влияет от того, что высыхание Аральского моря, вот эти частицы поднимаются и доходят до наших ледников. Вот два дня, вчера-сегодня у нас проходило региональное мероприятие международное, где мы обсуждали вот влияние, воздействие пылевых бурь на ледники. Как вы знаете, в следующем году у нас международная конференция пройдет в Душанбе именно по защите ледников. Это тоже другая проблема, которую мы должны изучить и проводить мониторинг за этим явлением, потому что оно не только влияет пагубно на ледники, то есть способствует быстрому тайну ледников, а также, возможно, оно влияет и на здоровье населения. Спасибо. Спасибо большое вам за ответы. Если есть, вот Калияна Алдагазиева спрашивает, есть ли отчеты по региональным проектам и можно ли ссылки. Я думаю, что, может быть, следует в интернете поискать. Наверное, сейчас кто-то ссылки не предоставит. Но вот я знаю, что есть один такой проект, который реализуется, и говорили эксперты наши уважаемые, это проект про ООН при финансовой поддержке Евросоюза, изменение климата и устойчивость в Центральной Азии. И он работает по Ферганской долине. Вот, наверное, Бек об этом говорил. Если есть еще вопросы, мы можем еще предоставить время для того, чтобы их задать. Пожалуйста, уважаемые участники, гости. Больше я не вижу вопросов. Поэтому, наверное, мы завершим нашу встречу. Это, знаете, она действительно не такая большая и очень маленькая по времени. Это как бы вот камерные такие у нас встречи проходят с участием наших экспертов, где мы обсуждаем вопросы, касающиеся изменения климата на территории стран Центральной Азии. Я хочу поблагодарить наших уважаемых экспертов. И напомню, что сегодня с нами на связи были эксперты из Казахстана Дмитрий Калмыков, Даурбек Сахиев из Бишкека, Джамшет Камолзуда из Душамбе и Наргиз Кусимова из Узбекистана. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова. А больше аналитических материалов по этой и другим темам вы сможете найти на нашем аналитическом портале по адресу Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Спасибо большое.